У нас в моем дворе самая адекватная песочница. Привет всем! Для начала. То есть она хорошо закрывается, мы здесь мамочки все следим, все закрываем, то есть никакие кошки не гадят, мусор никто не бросает, вообще двор такой у нас адекватный. И такая песочница приличная, понятно, что в соседних домов входят мамочки с детьми. Просто играют, ничего не творят нам страшного, но нет же. Наша домком начала тут возмущаться. И как она возмущается? Сидит кто-то, играет с ребенком. Тихо, спокойно, аккуратно, ничего не происходит. Она подходит и начинает, ну ни к кому обращаясь, говорить, вот ходят тут всякие, мы тут ремонтируем, мы тут делаем. С одной стороны, наверное, когда я буду пенсионеркой и тоже буду этими клумбочками заниматься, наверное, я тоже буду агриться. Но с другой стороны, все, что вот здесь на улице, оно же, ну как бы, ну, блин, колхозное, общее. И что в этом такого, да, ну, поиграет ребенок. Это же, ну, не подростки, кстати, вот по поводу подростков. Когда здесь сидят подростки перед домом и бухают, ну, там, вот, сзади меня, вон, лавки, вот там, подростки шумят по вечерам. Я знаю, потому что я с палками мимо прохожу, это, ну, вижу. Я к ним не подхожу, я их боюсь, вот, то, ну, просто откуда-то еду, да, и я вижу этих подростков. Никто к ним ни разу не подошел, хотя они там, ну, явно что-то черкают, пишут маркером на этих лавках. Ну, курят, шумят, то есть, ну, понимаете, им никто замечания не сделает. А мамочки, которая просто с дитем пришла, потому что это, ну, реально единственная нормальная, как она зовется, песочница. Вот это будни молодой мамочки называется. Меня волнует всякая фигня. Писали, что... Нет, это не наш папа, это чужой дядя. Дядя. Дядя, да. Вероника, ну-ка встань, покажи свои джинсики красивые. Повернись попой, покажи джинсики красивые, повернись. Ой, какая красота. Да, вот это вот называется, вывела чистого ребенка на прогулку. Имеем то, что имеем. Кстати, я не знаю, показывала вот шнурки свои в розовых кроссовках. Вот эти шнурки из фикс-прайса. Они, кстати, хуже, из... С Алиэкспресса шнурки лучше, да. Короче, у нас все вот сейчас люди очень озлобленные, да, ни с чем играть нельзя, ничего нельзя. Все такие злые, всех все не устраивает. Ну, блин, надо быть добрее. Я понимаю, что, ой, мы тут делаем, а они ходят, топчут. Ну, блин, вы же делаете тоже, ну, как бы по своей воле, да. Ну, блин, все равно, не знаю. А с другой стороны, по своей воле, мы же делаем для своих детей. Ну, а как тогда? Ну, вешайте замки. Всем привет. Я надеюсь, есть фокус. Мы с вами идем на коррекцию ногтей. В студию Residence of Beauty. У меня ассоциация стойка с Residence Evil. Мы сейчас, кстати, красную улицу перешли только что. Сейчас сходим, возьмем кофе. Потому что мы все равно приехали раньше. Потому что мы с вами всегда приезжаем раньше. И мы лучше приедем раньше и подождем, чем опоздаем. И это нормально. Это, кстати, у нас... Я зовут, называется... Универмаг, Краснодар, по-моему. Ну, очень такое популярное место. Раньше все подарки здесь покупали. Потому что ничего другого не было. Сейчас зайдем, возьмем кофе. И пойдем искать студию, потому что я понятия не имею, где она находится. Здравствуйте. Можно латты маленькие? Мелочь в карман. Ой, да, я сейчас выиграю машину. А у вас кто-нибудь выигрывал уже машину? Квартиры? Еще чего-нибудь? Ну, крупная, я имею в виду. Ничего себе. Нет. Ну, ладно. В следующий раз. Так хотелось. Еще больше. Кофе. Мы взяли с вами латты. Значит, у нас есть в карсенаре дим-кофе. Такая, ну, типа, кофейня. И каждый раз, когда вы покупаете кофе, неважно, большой, маленький, вы участвуете в розыгрыше. И стираете, ну, такую... Ну, вот это вот, знаете... Полосочку, и там написано, что вы выиграли. Я выигрывала только всякую еду. Всякие пончики, всякие панкейки. Ну, что-то такое. Серьезно, ничего не выигрывала. Но люди ходят, слухи. Выигрывают. Всякие машины, квартиры. Вот надо понять, где здесь четные, где нечетные. Мы с вами едем на Одесскую 23. Идем точнее. Почему вообще мы едем с вами на коррекцию? Я сделала ногти, ну, чуть меньше трех недель назад. Я вам хочу сказать, это жесть. У меня так отросли ногти. Надо переставать пить кальций с Айхерба. Значит, что у нас дальше по плану после ногтей? Если у нас останется время, мы поедем в галерею Краснодар с вами. Такой торговый центр. Ну, вообще торгово-развлекательный. Который, ну, в центре самом находится. Пересечение Красной Северной. И мы туда пойдем. Кофточки мне поищем. Не обещаю, что я буду там снимать, потому что, ну, обычно я бегаю очень быстро. И время экономлю. Кстати, если вам интересно, как я сегодня одета. Я в своих вот этих джинсах красных, которые я вам сегодня никак не показала, потому что мы так в клуб и не сходили. Я в слепонах с помадками. И почему я в тренче? Потому что обещаю дождь. Тучи вообще ужасные. Сейчас я вам сниму, гляньте, выйду. Слушайте, нигде не могу номера домой в найти. И обещают сегодня дождь. И плюс 19, плюс 17. А это как бы не очень тепло. Поэтому. Боже мой, тут не зеленый могут убить. Кстати, по поводу перехода через дорогу. Посмотрите, у меня в группе на стене видео о том, как мамочки с колясками переходят дорогу. Это просто такое лютое бомбление. Вот кто такой неравнодушный человек, впечатлительный. Я вообще, честно, у меня что-то сердце не остановилось в какой-то момент. Блин, а! Что эти женщины творят? У меня больше всего убила мамочка с двумя детьми, у которой один ребенок шел с мячом в руках. Мяч в руках у ребенка однозначно выпадет. И он выпадает у него на дороге. Она бежит одного ребенка спасать, оставляет коляску. Коляска по дороге укатывается. Понятно, что все это в неположенном месте, о каком-то переходе может идти речь. Короче, кошмар. Так что посмотрите это видео, оставьте свои комментарии. Что-то кофе подозрительно кисловат. Уж не с кислым ли молоком они сделали кофе? Так, я надеюсь, мне не сюда. Просто здесь как бы вот что. Ведьмина счастье, салон магии. Я надеюсь, что мне не сюда. Я пошла мимо. Или на работу устроиться. Как раз отличная подработка мамочки в декрете с хорошей фантазией. Я прям... Я бы там жгла. Серьезно. Я нашла. Я перешла. Смотрите. Я вышла из резиденции красоты. С вот такими вот лапочками. Малюсенькие, хорошенькие. Супер-пупер. Честно, я даже с праздником не хотела, потому что они настолько были идеальные. Вот. Мне хотелось сохранить вот эту первозданность. Сейчас я голодная уже как волк. Сейчас я буду мчать в галерею. Там буду есть. Сначала поем, потом пойду искать майки. Ни во что не влезу. Обычно бывает. Сначала надо майки покупать, а потом все остальное. Ну, посмотрим. Слушайте, как приятно после коррекции. Такое ощущение, что с меня просто 4 килограмма геля спилили. Просто так хорошо. Пусть взвешивайся и иди прям. Всем привет. Всем привет. Мы едем в Озмол. Это огромный торговый центр у нас в Краснодаре. Фиг знает, где находится. Но там есть такая классная детская площадка, которая очень нравится Веронике. И мы везем Веронику в сухих шариках кататься. Да, Вероник? Играть в сухих шариках. В сухой бассейн. Ну, в сухой бассейн, да. Все поняли. Да? Привет, малыш. Вероника очень ждала этого момента, когда она выздоровеет. И Илья ей обещал. И сегодня говорит. Что, дочь? Вот эту штуку давай мне отдавай. И папа ей обещал и сказал. Все, сегодня поедем. Несмотря на то, что как бы вечер. Что дать? На улицу хочешь? Да. Ну, сейчас приедем, выйдешь на улицу. Да. Так что совершенно не запланированная семейная поездка. Я у Ильи прошусь, чтобы пока они будут на площадке, но просто взрослым там делать нечем, да, Илюш? Да. Чтобы я могла походить, выбирать себе маечек, кофточек. На лето. Очень хочется. Что классно? Золотой муж вообще. Как там? Люблю, куплю, поедем, да? Илья. Посмотрите, здесь ресторан оригами. И вот такие огромные статуи из бумаги. Вау. Очень круто. Приехали в Озмол. Здесь праздник дрифта и вообще каких-то машин. И припарковаться невозможно. Извини, дочь. Припарковаться невозможно. Заехать невозможно. Все перекрыто. Еле нашли место, куда припарковаться. И вот сейчас идем ищем. Мы забыли, где этот находится бассейн с этими шариками, где эта вся увеселительная фигня. Илюш, нам прямо. Вот туда. Вот. Я сделал такое лицо, типа, я вообще-то знаю. Вот. Что это такое? Самоцвет из огромнейших пиратов. Какое-то корыто с камушками. И там дети ковыряются. Интересно. Но мы пойдем в другое место. Здесь, кстати, очень классно. Здесь в центре каток, как и во всех ТЦ. Но здесь он какой-то очень уютный. Он, во-первых, больше, чем, допустим, в Меге. Мне так кажется. Сейчас я подойду и сниму. Такой достаточно большой. Вероника, ты на горку? Все, погребла. Илюха, ее не надо там встречать? Она маленькая. Она уже уехала. Все, она уже съехала. Надо бежать, пока не заняты чем-то. Мне надо срочно валить. Я ничего не нашла в Узмоле на себя. Ну, как я, конечно, не весь Узмол прошла. Но то, что прошла, мне ничего не понравилось. У меня ничего нет. Зато есть косметика. На самом деле, уходовая правда нужная. Я вижу проблемы сейчас какие с кожей. Как их... Ну, вот с наступлением тепла, конечно, кожа у меня очень сильно страдает. И надо эти проблемы решать. Зашла в корейский магазин, купила тоник. Купила средства от прыщей. Это то, что мне больше всего нужно. Безудержное веселье, конечно. Вероника вытеснила конкурента. Вероника, привет! Пластик, это моя у ребенка. Рассказываю историю с магазином Шаговита. Значит, я оплатила картой. И у меня деньги списались, а банкомат что-то тупит у них. Тупит долго, ничего не работает. Она говорит, ой, все, у нас не прошла оплата. Мне смс-ка пришла, что деньги... У нас не прошла оплата, все, типа. Сейчас вам деньги вернутся. Я говорю, подождите. Мне не нужно, чтобы деньги вернутся. Мне нужны тапки для ребенка. Она говорит, ой, все вернется, можете идти. Ну, я как бы говорю, нет, я сейчас ребенка отведу. Уже ребенка была пора кормить хоть чем-то. Я ребенка отвела к Илье, сама пошла обратно. Ну, мы постояли, девушка попыталась мне чуть похамить, не вышла. В итоге я звоню в банк, говорю... Устала ребенок вообще. Я звоню в банк, говорю, вот такая-то операция. Не да, да, была такая операция. Я говорю, ну, она же отменена? Нет. То есть мне бы деньги никто не вернул. Сейчас вот почти 10 вечера. То есть я могла тут сидеть до скольки угодно, мне бы никто деньги не вернул. Вот. Итого. Заявление от меня приняли в устной форме. И заявление будет... Мне нужно будет на сайте продублировать. То есть роскошно. Мне теперь мороки с этим. Илья пошел снял деньги наличными. Мы заплатили в итоге. И как бы все. То есть деньги мне вернут в течение 50 календарных дней. 50 дней. Обидно до ужаса, вот честно. Тапки покажу вам. Тапки крутые. Белорусская обувь. Они обалденные. Но ситуация отвратительная. Всем привет. Сегодня новый день. Хочу вам показать детскую обувь. И хочу вам показать очень интересный рюкзак. У нас сегодня все по братьям-славянам. У меня, кстати, нет вот этого, знаете, то, что нам навязывают политики, да, то, что вот это вот, там, конфликты между Россией и Республикой Беларусь, между Россией и Украиной, на меня это вообще не действует. У меня есть мои братья-славяне, и меня только это интересует. На меня вот эта вся пропаганда дебильная не действует. Покажу вам офигенный рюкзак, который ко мне приехал из Украины. Это марка MyKite. И он, кстати, у меня, кстати, да, их сайт даже открыт. Я, у меня крестник пойдет в школу в этом году. Я смотрю рюкзаки. Тут есть рюкзаки для школьников, для подростков. И есть вот такие модные рюкзаки. Этот рюкзачок я заказала для своей близкой подоружайки. Он очень красивый. Это небольшой рюкзак такой именно для взрослой девочки, да, будем говорить откровенно. Это, ну, такая вещь, которая вроде бы и удобная, и очень элегантная. Я специально не брала там какого-то темного цвета, потому что, ну, это я люблю черный, да. Не все люди помешаны на черном цвете. Это темно-синий приглушенный. То есть это не какой-то там электрик. Это такой приятный синий цвет. Рюкзак небольшой. Вот смотрите, вот с моей ладони у меня небольшая рука, то есть две ладони помещаются. Очень удобные ручки. Здесь наверху вот такая вот штука, я не знаю, как это назвать, колечко, через которое пропущены лямки рюкзака. Все, разумеется, регулируется. То есть тут вот, ну, как бы, ну, это как на всех рюкзаках, собственно. Мне очень нравится, как он выглядит внешне. С одной стороны, вроде такая, достаточно, ну, привлекающая внимание к себе цепь, а с другой стороны, посмотрите, как все, не знаю, как-то вот, ну, спокойно, элегантно, приглушенно. Очень удобные вот эти штуки, потому что, смотрите, здесь есть вот такой вот, как бы, навес. Я не знаю, как это назвать, и если бы здесь была маленькая собачка, да, с маленьким вот, я не знаю, ручкой, было бы неудобно. А вот эта штука очень удобная, то есть вы можете растянуть, открыть, либо одну только открывать часть на ваше усмотрение. У меня вот там лежит китайская одежда, которую я вам потом тоже как-нибудь покажу в каком-нибудь из влогов. Что мы имеем внутри? Здесь текстильная подкладка, вот такой вот один карманчик для не знаю чего. Здесь есть вот такой карманчик на молнии. Я вот эти карманы на молнии обожаю, они мои самые любимые, потому что что-то в них спрятать, даже какие-нибудь средства женские, да, это всегда хорошо, всегда это очень удобно, чтобы никто не увидел, даже если у вас что-то откроется. Это не кожа, это как ПУ-кожа, да, как называют, то есть полиуретановая кожа, то есть под кожу сделана, но вы знаете, от кожи, конечно, не от лечить, это роскошно, вообще, это просто супер. Очень качественно сделан, ни одной ниточки, вся фурнитура, все отлично работает. Вот эта молния, ну так, как вам сказать, порой заедает, может быть, ее нужно чем-то смазать, я не знаю, либо просто вот так по ней поездить, потому что рюкзак ко мне недавно пришел, я еще, конечно же, я его не юзаю, поэтому, наверное, молния еще не разработалась до конца. Рюкзак обалденный, на сайте крутых рюкзаков полно, ссылку оставлю, можете зайти посмотреть, очень крутой. Ну и про детскую обувь, да, я хотела вам показать на примере, что значит правильная и неправильная детская обувь. Правильную покажу на примере обуви Шаговита, это вообще никакая не реклама, да, все понимают, все за свои деньги, и вы помните, да, я вам рассказывала историю, что мои деньги они сняли, и мне их возвращать придется, то есть, по сути, я вообще на этот магазин обижена, вроде как не они виноваты, но мне-то какая разница, да, я деньги заплатила, и обувь не получила. Мне пришлось снимать деньги, точнее, Илье пришлось бежать снимать деньги, да, наличку и платить, но это все не отменяет моего, как сказать, моей непредвзятости, да, то есть, я вам покажу неправильную обувь и правильную. Из неправильной у меня есть, я прошу прощения, мы немножечко в них уже ходили, есть вот такие босоножки, они очень симпатичные, что в них неправильно. Не фиксированная пятка, вот эта вот пустая пятка, это очень-очень плохо. Вот эти липучки, они здесь достаточно слабые и могут раскрываться, если ребенок, допустим, ну где-то зацепится и будет падать, это плохо. С точки зрения ортопедической, здесь тоже неправильная, ну, сейчас я не знаю даже, как показать, неправильно сделана стелька. Из хорошего в этой обуви это только то, что вот эта стелька кожаная, все. Здесь наверху это разные материалы, там так и написано, как же они тут написали, комбинированные материалы, они написали на упаковке. Стоили они 970 рублей, были куплены, да, Ксюша, чего ж ты купила их, от, скажем так, безысходности, ничего не было, Вероника отказывалась мерить, и мы купили, и в принципе, вчера Вероника в них ходила, ей было удобно. Но это неправильная обувь, не такая красивая, то есть, да, давайте одинаковые ножки. Вот, кстати, чек, кто не верит, где тут, вот, чек, то, что купили сами. Значит, понятно, что вот эти с бантиком, они более изящные, они гораздо более красивые, но вот эти правильные. Во-первых, здесь вот такая вот изогнутая подошва, это ребенку всегда удобнее, и это вообще всем удобнее, да, потому что плоская, более плоская, видите, тут подошва. Не так комфортно для носки. Здесь кожа, и наверху, то есть, вот это все кожаное, и стелька, и внутри, и снаружи, это очень важно. Здесь, смотрите, под пяточкой, вот тут, я не смогу показать, наверное, на камеру, вот тут под пяточкой есть такой, как бугорок. Вот он обязательно должен быть на детской обуви. Здесь ничего нет, здесь абсолютно гладкая пятка. Фиксированный носок, то есть, здесь очень плотно, я даже не хочу ее отлеплять, потому что, ну, это будет, как бы, тут неприятный звук, и вообще. Очень хорошо сделана липучка, она очень-очень надежная, это тоже плюс. Короче, я от этой обуви в восторге, да, она не такая красивая, да, она такая вот, ну, немножко какая-то калошистого типа. Если есть возможность, вот эти, кстати, две тысячи стоили, то есть, разница в тысячу рублей, но я уверена, что вот эти будут носиться гораздо дольше. Если у вас есть возможность финансовая, покупайте ребенку вот такую обувь, правильную. Ее очень трудно найти, я знаю сама, я сама ищу, и найти ее действительно сложно. То есть, вот такой красивой фигни полно, а правильной обуви очень мало. Короче, если есть возможность, покупайте правильную обувь. И еще покажу то, что вы к чему не готовы. Я купила себе вчера в магазине корейской косметики бритвы для лица. Если вы видели видео Жени Гейн, где она бреет лицо, вы меня поймете. Значит, я хочу попробовать брить лицо. Это не шутка, это не Степ, не 1 апреля. Многие азиатские блогеры это делают, многие американские блогеры. Ну, брить лицо не в прямом смысле, а вот этот пушок, да, срезать как бы вот такими бритвами. Я хочу попробовать. Скажите, что вы об этом думаете? Понятно, что вы сейчас все, да, да, давай, брей лицо. Вот, но напишите, что вы правда по этому поводу думаете. Я просто замечаю, когда ниткой, допустим, удаляются волосы в области носогубных складок, в области бровей, там даже тональный крем ложится иначе. И вот я думаю, что будет эффект, что вы об этом думаете. Здесь в наборе шли две бритвы. Это марка It's Skin. Вот так вот они выглядят, да, то есть я не буду открывать, типа там стерильность, вся фигня. Ох, ну посмотрим, что из этого выйдет. Скажите, будет вам интересно вообще это или нет? Спасибо, что посмотрели. Очень сильно вас всех люблю. Покупайте детям хорошую обувь, если найдете, что, кстати, редкость. И кто из Республики Беларусь, напишите, вот эта вот обувь у вас хорошая считается или так себе? И сколько стоит у вас примерно такая обувь? Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что были со мной. Я очень плохо выгляжу, поэтому не хочу вам показываться. Я люблю вас очень сильно. Спасибо. Пока.